Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это телеканал Обнинск ТВ, программа «Власть» и я, ее ведущая, Марина Ямкина. Сегодня в гостях у нас глава администрации города Обнинска Владислав Валерьевич Шапша. Владислав Валерьевич, здравствуйте! Добрый вечер, Марина! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Благоприятным ли был для вас 2016 год? Так сегодня звучит наш интерактивный вопрос. Уважаемые телезрители, призываю вас принять в нем участие. Также сегодня у нас прямой эфир, поэтому вы можете поучаствовать в нашей сегодняшней беседе. Номер телефона нашей студии 3944-332. Звоните, задавайте свои вопросы. Также вы можете воспользоваться нашим сайтом www.obninsk.ru. В правом верхнем углу вы найдете зеленую кнопку «Задать вопрос гостю». Итак, Владислав Валерьевич, начинаем? Начинаем. Накануне Нового года, по традиции, спрошу вас, чем же запомнился уходящий 2016 год? Год был очень активный, энергичный. Под стать тому знаку, под который он проходил. И, конечно же, масса событий. Я не знаю, если перечислять их все, то не хватит уж точно времени этой передачи. Но наиболее яркие, это, конечно же, празднование юбилея. Празднование не в смысле проведения непосредственно Дня города, а, конечно, это широкий перечень мероприятий. Это огромная работа. Это и ремонт дорог, и ремонт дворов, и строительство памятников, которых у нас три появилось за этот год в Обнинске. Это, конечно же, приезд руководителей госкорпорации Росатом, так еще и приезд иного руководителя. Вот такой у нас получился дубль замечательный. Это подписание соглашения между корпорацией и Калужской областью, центром которого является Обнинск в данном соглашении. Это, конечно же, наши достижения наших ученых, активизация работы наших институтов научно-исследовательских и физико-энергетического, и медицинского-радиологического научного центра, и не в химии, не в карпу, и многих-многих-многих, на самом деле. Трудно на чем-то остановиться, перечислять можно очень долго. Наверное, еще стратегии развития Обнинска. Стратегии было посвящено очень много времени. Это работа огромного количества людей, огромного числа наших горожан. И то, что к концу года мы приходим с сформулированной и принятой стратегией, тоже очень здорово, это большое достижение. Ну и, конечно, наверное, выборы. Выборы в Государственную Думу, как много мы вспоминаем перед началом этих выборов, да, и быстро сбываем. На самом деле, да, это серьезное политическое событие уходящего года, и результат этого события говорит сам за себя. Ну, в общем-то, все задачи, которые могла поставить перед собой правящая партия, она выполнила. Ну, наверное, все-таки можно и считать достижением то, что у нас город начал украшаться, появились новые монументы. Это здорово, да. Вот немножко вернуться к выборам, может быть, тут я на партию нажал, но не надо забывать, что у Обнинска появились новые возможности в связи с результатами этих выборов. У нас есть депутат Авдеев Государственной Думы, у нас есть депутат Скляр, у нас есть депутат Любимов. Да, целая группа людей, которые не понаслышке знают об Обнинске, и, конечно, для работы сегодня это хорошее подспорье, у нас есть возможность общаться, доносить свои идеи, свои пожелания до министерств, более активно участвовать в обсуждении каких-то вопросов, которые напрямую связаны, кстати говоря, с жизнью города, поскольку очень много упирается в несовершенство законов, в необходимость их изменения, совершенствования. И важно то, что у нас есть эта поддержка, нам стало проще работать, проще достигать каких-то целей. Ланислав Валерьевич, а все-таки я еще хотела вернуться к тому, что еще и сад был для детишек введен в садик. Ну вот видите, я даже не берусь перечислить на самом деле много-много всех вот этих вот замечательных вещей, которые сделаны. Ну много обещаний, вы знаете, было, конечно, много работы сделано, многое посвящено уже было, это не раз уже говорили мы о том, что нам удалось. В большинстве своем те обещания, которые были даны, они осуществились, и это приятно, несмотря на то, что в начале года мы, конечно же, испытывали определенные опасения, сможем ли мы выполнить тот непростой бюджет, сможем ли мы собрать те доходы, которые запланировали. Был определенный скепсис у наших оппонентов, но, тем не менее, к концу года мы пришли с уверенным результатом, мы выполнили те обещания, которые давали. Ланислав Валерьевич, еще бы я хотела поговорить все-таки о проблеме недостроенных домов СУ-155, это же тоже положительная динамика уже наметилась, и все-таки тоже об этом нужно говорить к концу года. Вот год назад, наверное, с такой легкостью, конечно, было бы сложно нам этот вопрос обсуждать. Были обещания, была большая работа, были сложности, было определенное недоверие у дольщиков к тем обещаниям, которые давались. Но результат сегодняшний показывает, что, слава богу, все эти треволнения позади, дома на финальной стадии строительства, там завершаются уже внутренние работы, вопросы с коммуникациями решены, и дело ближайшего будущего, я думаю, вести эти дома в эксплуатацию. По плану это первый квартал следующего года, надеюсь, что эти сроки будут выдержаны, и все будет нормально. По крайней мере, наши уважаемые дольщики очень пристально всматриваются во всю эту работу, не отпускают ни на миг, знают обо всем, что происходит на площадке. Это здорово, это помогает нам работать. — Владислав Валерьевич, расскажите, пожалуйста, как в этом году велась работа в плане международных контактов? Я знаю, что очень много было встреч, очень много было визитов. Расскажите. — Марина, да, это интересная тема, но, может быть, подробности не столь интересны будут нашим уважаемым телезрителям, но, как факт, конечно же, мы наблюдали в течение последних полутора лет определенные затишья в международных отношениях. Наши иностранные партнеры, а городов-побратимов у города Убнинска немало, достаточно вели себя ровно, скажем так, и немножко отдаленно. И, конечно, наверное, вот эта ситуация, которая сложилась в международном поле в Российской Федерации, этому способствовала. Но буквально в последние пару месяцев у нас резко изменился фон этих отношений. С нами связались наши партнеры из Франции, из города Монпелье. Более того, уже был визит, который возглавлял вице-президент агломерации Монпелье. Агломерация по численности — это половина Калужской области, это серьезное, очень продвинутое образование во Франции. К нам приезжали делегации из ЮАР, из корейской делегации. Очень много гостей, на самом деле, было. Очень много пожеланий о контактах высказывается. Китайцы активно шли навстречу. И вот этот приезд французов настолько был интересен и хорош по своим результатам, как его оценили французы, что теперь уже президент агломерации Монпелье сам лично хочет приехать в конце января, познакомиться с губернатором, познакомиться с городом Обнинском и подписать здесь соглашение о сотрудничестве между агломерацией и Калужской областью. Итальянские наши друзья не оставили нас в стороне. Они приезжали замечательные делегации на День города. Это был огромный оркестр, причем совершенно разнопланный, это не профессиональные артисты, это люди, которые работают водителями, пекарями, врачами, чиновниками. Они собираются в такой оркестр, путешествуют, и в данном случае приехали с огромным удовольствием, провели время в Обнинске и выразили таким образом свое отношение к тому, что происходит, и к нашим отношениям тоже, в частности. Владислав Валерьевич, с вашего позволения я нашим телезрителям напомню, что сегодня в гостях у нас глава администрации города Обнинска Владислав Валерьевич Шапша. Сегодня у нас прямой эфир, поэтому вы можете задать любой вопрос главе администрации. Номер телефона нашей студии 3944332. Задавайте свои вопросы также через интернет www.obninsktv.ru. В правом верхнем углу вы найдете зеленую кнопку «Задать вопрос гостю». Владислав Валерьевич, в каком направлении город будет развиваться в новом 2017 году? Задач стоит перед городом немало. Мы приняли вместе с депутатами бюджет следующего года. Это главное обязательство, которое взято на себя нами. И, конечно же, в этом обязательстве есть определенные приоритеты. Главный приоритет – это то, что бюджет остался социальным. Половина бюджета у нас тратится на социальные нужды. Это детские садики, школы, различные социальные выплаты, различные социальные гарантии. На втором месте по объему, но не по важности, конечно же, жилищно-коммунальное хозяйство. Безусловно, один из самых спорных вопросов всегда – как эффективно выполнить те задачи, которые стоят перед нами в объеме тех средств, которые присутствуют в бюджете. Тем не менее, есть еще одна задача, о которой я не могу сегодня не сказать. Это вопрос строительства дома для переселения Киевская, 11-13, Медерево-8. Это известная уже история с нашими аварийными домами, с аварийным жильем. Конечно, люди ждут этого. Принята программа, мы свое слово сдержали. И на этой неделе, еще до наступления 2017 года, у нас будет объявлен конкурс на строительство дома для переселенцев. Место выбрано. Это улица Курчатова, в районе Корабенников, только со стороны, ближе к железной дороге. И, в принципе, вся подготовительная работа проведена. Владислав Валерьевич, к сожалению. Да, почему говорю, что в этом году уже будет все это сделано, потому что все выдано в печать. По-моему, 29-го числа должна выйти публикация, и конкурс будет объявлен. Я вынуждена прервать вас, потому что у нас появился первый вопрос от наших телезрителей. С 1 января 50% строения ФИИ предлагают перейти на сокращенный день или в отпуск за свой счет на 3 месяца. А это потенциально безработные. Собирается что-то предпринимать администрация в этой ситуации? 50% работников ФИИ? 50% строением ФИИ. Странный вопрос. Тем не менее, видимо, говорят все равно о том, что сокращение грядет. О сокращении рабочего дня возможно. О сокращении численности речь не идет. Буквально в течение недели не раз уже этот вопрос задавался. Не будет ли массового сокращения ФИИ, не будет ли массового сокращения на заводе сигнал. Я общался и с руководителем сигнала, и со службой занятости. Официально попросил дать информацию о том, планируются ли эти сокращения. А как известно, сокращение с таких крупных предприятий, они подразумевают предупреждение службы занятости за 2 месяца, как минимум, до проведения этих мероприятий. Таких предупреждений нет, поэтому о сокращениях, конечно, говорить неправильно. О том, что где-то переходит на сокращенный рабочий день, да, эта практика есть. И оценивать каким-то образом эту ситуацию, наверное, будет неправильно. Это вопрос руководства этих предприятий. Тем не менее, надо понимать, что в определенных условиях это возможность сохранить коллектив, это возможность сохранить рабочие места. И были времена, было такое время, когда переходили на сокращенный рабочий день, потом восстанавливали продолжительность. Тут уже выбор за самим человеком. Владислав Валерьевич, спасибо за ответ. Привет. Я все-таки хотела продолжить о том, в каком направлении будет развиваться город. И хотела поговорить про привлечение инвестиций. Скажите, пожалуйста, уже сейчас какие-то наметки есть на 2017 год? Может быть, кто-то придет к нам? Новый? Резидент? Ну, о резидентах, вы знаете, обычно говорят после того, как они пришли. И все-таки это такая отрасль, в которой рекламировать, наверное, преждевременно не очень уместно. Тем не менее, я могу сказать о том, что такая работа ведется. И у нас есть в запасе варианты людей, которые заинтересовались размещением своих предприятий в городе Обнинске. Мы такие варианты сейчас обсуждаем, смотрим и предлагаем им то, что мы можем предложить. Они, соответственно, оценивают свои возможности. Я скажу о том, что уже было предано публичности. То, что должно произойти, это строительство завода по производству пива и строительство предприятий по производству имплантов венгерского. И, конечно же, это здорово, потому что это новые рабочие места, это налоговое поступление в бюджет. У нас не так много земли в Обнинске, и мы прекрасно знаем, мы не скрываем эту проблему. Поэтому без решения этого вопроса кардинально, конечно, развиваться не очень просто, скажем так. Но даже в тех границах, которые мы сегодня существуем, есть ряд возможностей, которые мы должны использовать. И мы прикладываем все силы для того, чтобы это получилось. Владислав Олегович, я бы хотела с вами поговорить о реализации программы «Доступный город» с привлечением маломобильных граждан. Какая работа проведена в этом году, и какая реализация эта программа будет в 2017 году? На самом деле проблема очень непростая, и люди, которые ограничены в своих возможностях, конечно, нужно понимать прекрасно, что без посторонней помощи, я имею в виду не той помощи, которая нужна непосредственно этим людям, а всего общества, отношения к этой проблеме, трудно что-то изменить кардинально. И здесь у нас все-таки есть определенные движения, которые нам удались. Я говорю сейчас о программе «Доступная среда», о программе, по которой мы строим съезды. В прошлом году ни один подрядчик не вышел на реализацию этой программы. Тем не менее, мы решили увеличить сумму вдвое с учетом прошлогодних неразверсходных средств. И в этом году более 40 съездов нам удалось сделать. Всегда возникает вопрос, как их выбираете, и почему решать, что именно они должны быть сделаны. Мы, я признателен двум людям, это Дмитрию Миронову и Артему Воробьеву, это наши коллеги уже теперь. Бойцы невидимого фронта. Да, люди, которые не понаслышке знают, что такое перемещаться в коляске. И, конечно, для нас в первую очередь это их мнение. Когда они нам говорят, что там и там надо сделать, мы берем это в план, идем и делаем. И, конечно же, я признателен за ту работу, которую они проводят и на сайте администрации, за ту работу, которая проводится по консолидации этого общества, за те встречи, которые бывают. Да, они не часто, но тем не менее. И приняли решение, вот для Дмитрия Миронова мы включили наш градостроительный совет для того, чтобы на этапе проектирования, на этапе одобрения администрации, те решения, которые касаются доступной среды, касаются организации съездов, въездов в дома, в общественные учреждения, они обсуждались на этапе проектирования. А не когда уже построены, надо что переделывать. — Владислав Валерьевич, я поясню для наших телезрителей, то есть люди с ограниченными физическими возможностями работают с сайтом администрации города, сами лично выезжают в город и смотрят, где необходимо то или иное устройство. — Именно так, более того, без их одобрения мы не принимаем эти объекты в эксплуатацию. — Владислав Валерьевич, к нам поступил вопрос от нашего телезрителя. Правда ли, что на месте Гурьяновского леса планируется строительство домов? — Этот вопрос возникает с завидной периодичностью. Наверное, беспокойство — такая уже наша ментальность, такая наша особенная черта. Ну и хорошо, это справедливо беспокойство. Пусть лучше будет беспокойство, чем микрорайон на этом месте, согласен с этим. Нет, конечно, ничего там не планируется строить. Судьба Гурьяновского леса вообще интересна. Это первый лес, который был поставлен на учет в Гослесфонде. Поэтому, конечно же, ничего другого, кроме как лес, там быть не может. Другой вопрос, что работу, которую мы проводим по исследованию этого леса, по проведению обследований, сейчас некоторые активные жители воспринимают за работу по рубке и подготовке к сносу. На самом деле нет, если кто-то там увидит эти колушки, приезжали специалисты, лесоустроители, они делали определенную топосъемку. Это не секрет, что Скляр Геннадий Иванович в своей предвыборной кампании обещал этот лес как некое предложение по наведению порядка. И я надеюсь, что нам в совместном учреждении порядок удастся там навести. Хотя споры об этом есть даже в этой плоскости. Некоторые люди говорят, что трогать там вообще ничего не стоит. Дорожки там неуместные. Вырубать даже в сухостой и упавшие деревья не нужно, потому что лес это некая такая биосистема, которую трогать вообще не надо и стоять надо подальше от этого. Ну, такое мнение тоже имеет право на жизнь, поэтому никаких кардинальных или резких движений мы здесь не предпринимаем. Тот план и проект предложения, которые сформулированы и которые поступили в администрацию от активной группы Скляра, мы рассмотрим вместе со всеми жителями. И только приемлемые для всех решения, конечно же, будет реализовано. И речь даже в этих решениях идет только о рекреационной зоне и ничего больше. Никаких строений, коттеджей, магазинов там не планируется однозначно. Максимум 0, какие-то дорожки, какие-то территории для отдыха, спортивные какие-то объекты. И только на тех местах, которые уже сегодня существуют, как полянки или тополи есть на самом деле спортивные для 8-й школы. Это тоже не секрет. На нем тоже что-то можно было такое хорошее организовать, кроме болота, которое там сейчас существует. Так что жители могут не беспокоиться в этом смысле. Никаких планов и мыслей даже о строительстве чего бы то ни было там нет. Владислав Олегович, еще один вопрос от наших телезрителей. Говорят, что в новом году не будет выплат пожилым юбилярам. Это правда? В этом году, в наступающем, в 2017 году будут выплаты пожилым юбилярам, начиная с 90-летнего возраста. То есть, а сейчас было 80-й? Сейчас было 80-й, да. Да, категория несколько сузилась. Но я думаю, что суммы там на самом деле были не очень значительные. И важно, конечно, было внимание. А 93-й уже сумма увеличена благодаря этому решению. И я думаю, что мы найдем возможность проявить это внимание, которое оказывали мы юбилярам. И они обиженными не останутся. Владислав Олегович, еще один вопрос от наших телезрителей. Когда, наконец, уберут снег во дворах? Хороший вопрос. Вот прямо-таки снег и прямо-таки во всех дворах. Снег во дворах убираю. Об этой мы проблеме говорили неоднократно. И здесь я свою позицию не меняю. Все-таки дворы – это компетенция управляющей компании. До размеров Москвы мы еще не доросли. И до размеров бюджета наш бюджет тоже не дорос. И никогда в истории города Обнинска дворы муниципалитетам не убирались. Была определенная практика, когда обязывали управляющей компании убирать 20 метров. Не только управляющей компании, а все предприятия. Потом по решению прокуратуры эта позиция в плане благоустройства была убрана. К сожалению, никаких других пока законных механизмов никто не предложил. Тем не менее, управляющие компании согласны с тем, что это их зона ответственности. Потому что люди здравые на самом деле. И все, кто руководит сегодня управляющей компанией, они жители города Обнинска. Они прекрасно понимают, что почем. И кто, чем должен заниматься. Поэтому, конечно, не хватает у них сил сейчас, к сожалению. Но работа такая проводится. Мы контролируем это. Я регулярно хожу и по дворам, и по улицам. Конечно, то, как работает АПКХ, это здорово. Частота центральных улиц и центральных тротуаров, это, наверное, очень хорошо. Но надо к этому стремиться и управляющим компаниям. К тому, чтобы все-таки у них эта работа была на системной основе налажена. И жители меньше жаловались. Это, кстати, вопрос напрямую связан с вопросом летом. А почему не косят? Владислав Малерьевич, я продолжу серию вопросов от наших горожан. Правда ли, что Репинский овраг будут засыпать под парк? Хорошие экологические вопросы. Скажу так, в Репинском овраге будет парк, но, конечно же, никто засыпать, ничего там не будет. Идея в этом и заключается, чтобы использовать тот естественный ландшафт, который там существует, который природой нам подарен, для того, чтобы там создать такое уникальное место для отдыха, проложить какие-то теренкуры, дорожки, использовать его в целях рекреации, как раз с учетом того перепада высот, которого у нас в городе нет, не хватает. Прекрасное место, как мне кажется, получится. Предлагаю всем поучаствовать в субботнике, который будет весной, и сделать свой вклад в благоустройство этого замечательного уголка нашего города. Владислав Валерьевич, как Вы оцениваете развитие Обнинска с точки зрения качества жизни гаража? Ну, здесь, конечно, надо бы вопрос задать жителям. Да, кстати, такие вопросы и задают. И один из последних опросов, интернет-опросов, в котором участвовало достаточно много людей, проводился он по всей стране, Обнинск по разным параметрам, конечно, на разных позициях находится, но одно из приоритетных мест, например, занимает обеспечение спортивными объектами. Ну, что ж, это тоже оценка качества, на самом деле. И состояние экологии, которое тоже жители оценивают достаточно высоко, это тоже оценка качества. Я думаю, что и наличие огромного количества и развитой достаточно инфраструктуры сети дорожной, тротуаров, различных объектов для отдыха... Строительство жилья. Строительство жилья, да, большое строительство жилья, возможность улучшить свои жилищные условия. Конечно, это хорошее качество жизни, как мне кажется. И это отмечают не только горожане, не только горожане, на самом деле. Все гости приезжие, они смотрят, об этом говорят. И, кстати, когда мы говорим о спорте, вот здесь я небольшую паузу возьму. Я знаю точно, что среди жителей Обнинска есть немало поклонников Ларисы Семеновны Латыниной. Сегодня у Ларисы Семеновны день рождения. И Лариса Семеновна приехала в город Обнинск этот день рождения свой отметить. Она очень любит город, любит не только потому, что здесь есть школа ее имени, но и потому, что ей здесь нравится. Поэтому, с вашего позволения, уважаемые жители Обнинска, я поздравляю Ларису Семеновну от лица всех, кто ее любит, ценит и знает. — Владислав Валерьевич, у нас остается буквально пару минут, и я хотела задать вам очень актуальный вопрос. Планируется принятие трех памятных дат. Правительство Калужской области обсуждает это. Это 1 декабря, 26 июня и 11 ноября. Расскажите поподробнее. — Ну, это вот самая свежая информация. Об этом только что состоялось обсуждение буквально вчера на правительстве Калужской области. Губернатор эту идею поддержал. Три даты не случайны для истории нашей области, но и для истории страны. Это победа в стоянии на Угре, вот эта победная дата, 11 ноября 1470 года. — День рождения. — Это день рождения нашего маршала победоносного Георгия Статина Жукова, 1 декабря. И, конечно же, пуск нашей первой в мире атомной электростанции. Этот день предлагается назвать Днем мирного атома. Я думаю, что если такая законодательная инициатива, которая будет сейчас сформулирована и предложена на федеральный уровень, найдет поддержку, что же в этом плохого будет прекрасно, вся страна еще раз вспомнит и узнает многие о том, что город Обнинск этим очень знаменит. Поэтому можно в один из запросов вставить как раз такой пункт, а считают ли жители правильным присвоение официального статуса дня России вот этого 26 июня. — Владислав Олегович, новогодний вопрос от телезрителей. Как вы встречаете Новый год? — Я всегда встречаю это скромно, его в семейном кругу. Это традиционно. Нам так нравится. После этого, наверное, пойдем 1 числа на лыжах покатаемся. Если все не растает, конечно. — Ну а на елку пойдете? — На елку ночью. Но у нас есть елочка. Мы ее наряжаем и хоровод будем дома. — Хорошо. Владислав Олегович, у нас остается пара минут. Я предлагаю вам подвести итоги нашего интерактивного опроса и уже, наверное, поздравить наших горожан. Благоприятным ли был для вас 2016 год? 84 человек ответили, что да, позитивно ответили, и 46 говорят, что нет. Но я предполагаю, что все-таки 46 столкнулись с высокосным годом. — Ну, может быть, с высокосным. На самом деле, год, конечно, был непростой. Ну и, наверное, так не бывает, чтобы для всех он был одинаково хорошим. И, конечно же, то, что такое большое количество людей ответили, что год для них был благоприятным, это замечательно, это здорово. — Будем надеяться, что 2017 будет более благоскольным. — Будем в это верить и будем для этого работать. — Владислав Валерьевич, у вас есть возможность поздравить всех горожан, обнинцев с Новым годом. Пожалуйста. — Уважаемые телезрители, жители Обнинска, конечно же, принято всегда что-то говорить хорошее. Я не буду отходить от этой традиции. Я желаю всем благополучия, всем желаю счастья, семейного тепла, уюта, чтобы близкие всегда окружали вас заботой. Ну и, конечно же, успеха, удачи в наступающем году и обязательно что-нибудь найти под новогодной елкой. Того, что очень хочется. С наступающим Новым годом! — Спасибо большое, что пришли к нам, ответили на вопросы. Это была телекомпания «Огненск ТВ», программа «Власть» и я, ее ведущая, Марина Ямкина. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До встречи. — Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин